Здравствуйте! Арсений Селезнёв Зиробой. Я хочу показать, как я клею латки, потому что некоторые покупные латки клеят вместе с вот этой фольгой, а также клеят обратной стороной. Это то, что я лично видел в шиномонтажке. Потому что некоторые люди считают, что вот как есть, так надо и клеить. Потом мажут клеем, саму латку. Ну, в общем, всякие разные дела. Я показываю простой способ. Первую его часть покажу, а потом расскажу, как клеить. Значит, сначала делается вот отверстие. Если кто-то присмотрится, тут видно под моим ногтем. Значит, я притрагиваться не буду. Сначала зачищается наждачной бумагой приблизительно 60-го. размера. Затем наносится... Это у меня Red Sun. Можно ещё использовать тип-топ. А также можно использовать самодельные. Вот у меня самодельная. В принципе, держит отлично на моменте. Ну, я покажу, как это происходит на примере Red Sun. Значит, выдавливается небольшое количество клея. Латка будет большая, поэтому клея нужно будет чуть-чуть больше, чем наполовинку. Затем этот клей размазывается этой же частью, этим же, как шпакелем. Да, кто не знает, что такое шпакель, это шпатель, только неправильно произносит. Делается чуть-чуть больше. Обязательно. Шпатель для шпаклёвки, а шпатель для шпаклёвки. Да. Так, теперь надо аккуратненько закрыть. Какое-то время мы подождём. Но я это показывать не буду, я просто расскажу дальше. Так, сначала вы ставите метки, обязательно ставите метки, где находилось отверстие. Затем аккуратненько, когда уже высохнет клей, это где-то минут через 5 или чуть более того, тогда он помутнеет, он станет такой матовый. А на солнце быстрее? Ну, на солнце, возможно, чуть-чуть быстрее. Значит, снимается фольга. Что-то фольга плохо снимается. Ага, вот. Вот. Снимается фольга. К внутренней стороне старайтесь не прикасаться, а держать за плёночку. И потом вот этой вот красной стороной, ну или у кого там синяя, или ещё какого-то цвета, вот этой внутренней стороной надо приклеить сюда. Не мазать ни клеем, ничего. И потом поприжимать пальцами. Так, сильно-сильно поприжимать вместе с плёночкой. Red Sun, они вместе с плёночкой остаются. Если у вас тип-топ, тогда там нужно чем-то таким выкатывать, типа валиком или что-то вроде того. И после этого плёночка отстаёт. Если вы хорошо укатали, тип-топ они очень хорошо отстаёт. Если у вас самодельные латки... Какой-то... Какой-нибудь монеткой там, я не знаю, пятикопеечной. А ты чем будешь выкатывать? Ничем, это же не тип-топ, это же Red Sun. Это же обычный Red Sun, как говорится. Довольно дешёвый, но в принципе и так можно. А для самодельных просто прижать руками, как и Red Sun. Момент, клей-момент. Пресс какой-то нет? Нет, просто пальцами прижать. Но когда клеите самодельную, тогда надо клеить... Клеем наносить на две стороны. И на ту, и на ту. И на латку, и на камеру. Ну или покрышка, если у вас покрышка, то на покрышку. Старайтесь ножницами обрезать так, чтобы эта часть была срезана не под прямым углом, а под таким вот острым книзу. И естественно, наждачкой обработать саму латку. Перед тем, как наносить клей, точно так же, как и камеру. Если вы... Что там клей? Клей ещё не высох, но ещё сохнет, ещё какое-то время будет сохнуть. И самое главное, если вы клеите в районе бортика, вот обратите внимание, я хорошенько зашкурил. Сначала идёте вдоль этого, ну, стыка вот этого формы, которая работает, в которой выплавляется эта камера. А потом можно поперёк или под некоторыми углами, чтобы максимально загладить её. Старайтесь, конечно, без фанатизма, иначе там может появиться щель. Которую потом будет невозможно заклеить. Так, ну что, в принципе, уже поболтали. Вот такой вот интересный инструмент получается. Точно так же и у момента. Ты хочешь подержать, побыть. Я хочу показать, нет резкости. Да, ну это плохо, когда нет резкости. Тем временем я отклеиваю фольгу. Если фольга с одной стороны не отклеилась, бывает такое. То попробуйте с другой стороны. Так, ну я думаю, что уже всё готово. Так, тут уже карман. На карман всё. Проверяем, где отверстие находилось. И стараемся, чтобы оно попало. Ну, так как кладка огромнейшая. Так что ей можно даже покрышки клеить. Бескамерные. Немножко промазал. Но уже снимать поздно. Не, ну дырка же в центре всё равно. Да, дырка в центре. Ну, придётся ещё клеем подработать. То есть надо было... Надо стараться, в общем, чуть больше намазывать клеем. Почему оно оранжевое и чёрное? Ну, это я думаю, что это для понтов, скорее всего. Но резина... Резина просто та, что оранжевая, она помягче. А чёрное пожёстче, да? Чёрное пожёстче для того, чтобы отверстие, которое там было, оно не разрывалось. Скорее всего, что красное – это сырая резина, а чёрное – это вулканизированное. Ну, вулканизации может поддаваться. Там любого цвета есть и белые. И красный, и зелёный я встречал, синего цвета, вулканизированное. Так что, в принципе, может быть любого цвета вулканизации. Ну, обычно чёрного идёт. Это самый дешёвый такой вариант. Так, здесь придётся... Здесь у меня небольшой про этот... Прокол. Да, ну, это чтобы тоже вы знали. Оно вряд ли, чтобы... Прокол один сделал, прокол другой. Ну, в общем, провтыкал, можно так сказать. Надо чуть-чуть больше мазать. Ну, в принципе, недостаток – это... Когда вы видите недостатки, то тогда легко будет. Значит, скажем так, если мастер может устранить свои недостатки, значит, он действительно мастер. А если он этого сделать не может, то, значит, он... Так, вот эту выдавлю штучку. Всё, теперь ещё немножко подожду. Но это уже показывать не буду. Это уже, как говорится, интимные дела. Наши с латкой. Вот. Вот так вот можно клеить латки. Старайтесь чуть больше наносить, чтобы, если прилеплялось, то оно попадало в центр проклеенной части. В принципе, уже можно ставить. Уже готово. Ничего даже думать не надо. Желательно, конечно же, проверить. Потому что у меня был случай, когда я сделал одну латку, потом вторую поставил. Думаю, ну, рядом. Ну, и всё, типа, готово. Потом накачал камеру, а там ещё в трёх местах. Или в четырёх. Ну, это было в... В радиальной резине. И там получалось, что проволока просто проколола. В нескольких местах. В таких случаях латки уже, в принципе, бесполезны. Но это другой случай. Наш случай велосипед. Там разве что идёт небольшой слой корда из нейлона. Арсений Селезнил Зверобой. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока. Интим. Фотки делаешь? Где резкость? Резкость. Где-то там. Резкость на футболе. За горизонтом. Вот так надо делать. Или вот так. Резкость на футболе. Резкость на футболе. Продолжение следует...